Всем привет! С вами Ольга Дуброва. Вы на канале Процветок. Сегодня я вам рассказываю про лабелии. Многие с ней встречались, но, наверное, не каждый отваживался ее выращивать. Лабелия ринус, значит лабелия синяя. Почему не отваживались? Потому что, наверное, видели, какое это миниатюрное растение, какие у нее мелкие цветочки, а семена, если присмотреться, они практически пылевидные. Я вас заверяю, что сегодня я вам расскажу, во-первых, зачем нам она нужна в саду или на балконе, и расскажу простые приемы, как ее вырастить, и все у вас получится. То, что она называется ринус, переводится как синяя, но на самом деле очень много сортов с различной окраской, и все уже давно ушли от синего цвета. Из таких сортов, на которые следует обратить внимание, ранних сортов, это я остановлюсь на тех, которые распространены, те, которые вы сможете увидеть в продаже в любом месте. Например, такой сорт Blue Lagoon. Цветочки у него синие, ярко-синие, высота кустика 80-10 сантиметров. Следующий сорт это Palas Blue with Eyes. Значит, голубые цветочки с белым глазком в серединке. Снова другая окраска. Еще один сорт называется Palas White. Значит, он белый. Его высота тоже достигает 80-10 сантиметров. Кустики компактные, полушаровидные, и в середине сезона они покрываются бесчисленным множеством таких вот ярких, блестящих цветочков. И самая распространенная еще группа, целая серия, называется Riviera. И уже в линейке Riviera находятся такие окраски. Лиловая, голубая, синяя, с глазком там кто-то есть. И такой сорт Riviera Sky Blue у него супер раннее цветение. То есть он зацветает раньше всех прочих на 3-4 недели. Я считаю, что это очень хорошее качество. Стандартные сорта. Например, сорт Kaiser Wilhelm. Я как-то листала советы по изящному садоводству. Издание 1904 года. И в разделе «Цветы для ковровых цветников» там был этот сорт. Представляете, он уже пошел на второе столетие. Значит, это очень хороший сорт, если он пережил и кайзера, и дожил до наших времен. Он приятного лазилькового цвета и никогда не подвозит. Имеет очень хорошую схожесть. Сорт Crystal Palace. Он отличается тем, что его цветки более темные. И отличительная особенность – листва. Насыщенно зеленая и даже такая немножко с бортовой патиной. Сорт также раннего срока цветения. И он вас никогда не подведет. Из других лабелей рекомендую обратить внимание на ампельные лабели. Как бы они ни назывались, каскадная, ампельная – это одно и то же. Есть замечательный сорт, который идет, как правило, в смеси. Он так и называется – каскад-микс. И там различные окраски. И белая, и розовая, и с глазком, и фиолетовая, и лиловая. То есть вот такая вот замечательная смесь получается. Затем можно, когда вы идите на стадии бутона, вы можете выделить эти экземпляры. И если вы хотите получить там чистые окраски в какой-то клумбе или в кашпо, то их отсадить. А если нет, то пусть будет такая веселая клумбочка. И затем сорт Стародавний Сапфир. Этот сорт темно-синего цвета с беленьким глазком. Отличается тем, что дает такие длинные-длинные плети. Так как я человек с опытом и креативная, то я иногда люблю поиграть с растениями. Вот так вот я поступила и с лабелией ампельной. Вместо того, чтобы сажать ее в кашпо, что я тоже люблю делать, я ее посадила непосредственно на клумбу, в землю. Для чего? Как только она попадает в грунт, она растет гораздо мощнее, чем когда она сидит в кашпо в ограниченном объеме земли. Затем, представьте, вы приходите в лес, там есть основные деревья, а есть те, которые растут под пологом леса, так сказать, под лесок. И вот лабелию я всегда ампельную сажаю в под лесок других растений, других цветов. Во-первых, она заполняет пространство. Во-вторых, в поисках, в борьбе за свет, она опускает плеть еще длиннее и выходит наружу со своими цветочками в самых разнообразных местах. С кем ее скомпоновать? Ну, конечно, не стоит сажать рядом с теми растениями, у которых такая плотная основательная розетка, а надо, чтобы все-таки был такой стволик изреженный. Ну, сюда подойдет гелиотроп, подойдет сальвия, подойдет. Мне очень понравилось сочетание с гипсофилой изящной. И когда гипсофила изящная однолетняя, сорт был махровый, и вот эти вот пробивались сквозь нее разноцветные звездочки лабелей ампельные, это смотрелось очень задорно. Вот такая композиция, она будет просто вас радовать всегда и создавать праздничное настроение. Ну, предлагаю воспользоваться моим экспериментом. И вот рассказав о всех прелестях и разнообразии лабелей, теперь приступим к тому, что как и когда же ее все-таки сеять. Ну, скажу общее правило, что где бы в какой зоне вы ни находились, помните о том, что все равно заморозки могут быть весенние. Поэтому отсчитываем, делаем обратный отсчет примерно 6-8 недель и приступаем к пассиву. Конечно, на производстве и те, кто занимается посевом семян для выращивания рассады, которую потом там пускают большие дела, то они могут сеять и в январе месяце, для того, чтобы уже в середине апреля, в мае месяце была цветущая рассада. Но нам это зачем? Поэтому самый будет оптимальный срок посеять лабелию, либо вот отсчитав эти недели, либо где-нибудь в середине апреля, либо в начале апреля. Ну, можете, в конце концов, и в конце марта посеять. После того, как вы ее посеяли, мы с вами посеем, и я вам все подробно расскажу и покажу. Дождались сходов, и после этого мы должны немножко снизить температуру. Ну, постараться, по крайней мере, стремиться к этому, потому что температура для прорастания лабелей хороша 21-23, может быть, 24 градуса. Не следует переувлажнять почву, но она всегда должна оставаться влажной, ну, в принципе, как и с другими посевами. Лабеля взойдет у вас через, при оптимальных условиях, через 4-7 дней. Да, я не оговорилась, потому что некоторые авторы пишут, что это будет составлять 10, а то и 20 дней. Ну, это, наверное, в варианте, когда вы просто вообще ничего не соблюдаете, а просто где-нибудь там в начале марта месяца, когда еще и день не такой уж и большой, поставили на окно, ну, и так иногда там заглядываете в этот горшочек. Наверное, это и займет 20 дней. Ну, зачем нам мучить себя и семена? К тому же они могут при неблагоприятных условиях и просто уйти в мир иной, загнивание может происходить. Поэтому сейте тогда, когда вы понимаете, что вы способны достичь такого оптимального температурного режима. На улицу вы понесете рассаду тогда, когда температура ночная уже не будет опускаться ниже 10 градусов, потому что это все-таки растение теплолюбивое. В целом хочу вас обрадовать, что семена лабелии очень хороший партнер. Она вас не подведет. Это не то, чтобы вербена какая-нибудь, потому что у вербены схожесть, вот если со своих семян, она достигает 30%. Поэтому всегда может постичь разочарование. Слабое ли разочарование у вас не будет. У меня семена в 6-летней давности собственного сбора хранились при температуре, ну, градусов 16-18, которые и днем, и ночью была такая температура. И спустя 6 лет, вот я вам покажу, как они зашли. Растет она, несмотря на свои миниатюрные размеры, тоже очень хорошо. Схожесть ее замечательная. Если семена покупные, и в самом деле то, что написано, срок годности такие есть, то смело с ними работайте, не бойтесь миниатюрности. И несмотря на то, что корешочки тоже маленькие, но они надежные, они крепкие. И как только мы не будем там уже присматриваться, потому что у лабели такое особенное строение листов расположения, когда вы поймете, что с ней можно работать, можно взять уже вот осязаемые пальцы без очков, то тогда и приступайте к пересадке. Корневая система, как я уже говорила, хорошая. И хорошо она приживается и укореняется. Ну, теперь приступим к практике. Будем с вами сеять. Для того, чтобы посеять лабелию, не надо брать большие емкости, достаточно будет вот такого диаметра горшочка. Если вы сеете в ящичек, значит отведите там какую-то, огородите ячейку какими-то планочками, допустим. Смесь должна быть земляная, легкая. Здесь у меня, видите, белые вкрапления, это перлит. Ну, они тут крупные наверх, конечно, повыскакивали, но это не будет помехой с ходом. Сеем по поверхности. Я, правда, люблю всегда припорошить, посолить немножко, потому что хочется, чтобы все-таки, ну, как-то вот что-то было, лежало там на бочку у семечки. И ни разу меня это вот моя такая чуйка не подвела. Еще мне нравится сеять мелкие семена. Здесь у меня, смотрите, такая, ну, это очень древняя такая керамическая опложка. Вот она такой высоты. Вы можете воспользоваться, допустим, пластиковой такой емкостью, потому что больше ей высоты и не надо. Очень миниатюрные всходы. Дырочку мы закрываем чем-нибудь там газеткой или еще чем-нибудь, сеточкой какой-нибудь. То есть наполняем землей, насыпаем, нет, наполняем землей. Хорошо бы еще почва, чтобы ваша была обеззаражена. Любым удобным вам способом. Если объем маленький, можно ошпарить, можно в духовке проколить, можно в микроволновке проколить, можно марганцовкой пролить, не пугайтесь марганцовки. Можно каким-то еще препаратом, который, ну, желательно, чтобы он все-таки был экологичный этот препарат, чтобы мы сами не травились, вдыхая эти пары. Проливаем. Проливаем так, чтобы отсюда потекло. Проливаем так, чтобы когда мы надавливаем, мы понимали, что почва влажная и такая влага даже немножко выступает. Это будет такой заряд влаги, ну, для того, чтобы мы, в принципе, потом к ней и не возвращались больше, к этой влаге. И вы можете сами провести эксперимент, посеять в разные сроки. Можете посеять и посмотреть, что у вас получится, если вы посеете в середине марта и что у вас получится, если вы посеете в начале апреля. И таким образом вы выберете для себя оптимальный вариант для ваших условий. Я в преддверии выступления провела такой быстрый эксперимент, экспресс-эксперимент. Так как семена все-таки староватые, шестилетней давности и хранились без всяких приукрас, то я насыпала в чашечку такую миниатюрную Петри. Все такое мими-мишное, как и сами семена. Я насыпала семян. Вот представьте, вот в этой чашечке здесь примерно будет, ну, где-то 150, даже может по 200 семечек, если они все взойдут. Я поставила в холодильник на несколько дней. Вы знаете, что такое прием тепло-холод, тепло-холод. Иногда семена, которые теряют свою схожесть, этот прием немножко стимулирует прорастанию. Поставила холод, потом просто положила на окно, там, где нету батареи центрального отопления. Ну, понятное дело, что температура там не была. 23-24 градуса, она была немножко ниже ночью, днем она была чуть выше, снизу было холодно, дуло со щелей окна. И в результате, если мы тут присмотримся, я сегодня одевала очки, брала лупу и посмотрела, что есть единичные наклюнувшиеся семена. Это произошло неделю назад. Результат такой. Следующий результат у меня был, я просто поставила на окно, на подоконник, который находится как раз-таки на батарее центрального отопления. Ну, естественно, увлажнила это вот, ложе называется, насыпала семян, вот такую кучу, и поставила на окошко. Понятное дело, что там температура была немножко повыше за счет того, что все-таки подоконник прогревался. Ну, сверху все равно из окна холод шел. Ну, думаю, что там я к термометру не ложила, но думаю, что там градусов, наверное, 20 наверняка было. И было постоянно, потому что батарея постоянно работает. А девочки, взяв лупы, я увидела, что некоторые семена за неделю наклюнулись, процентов так 10. Вот видно, что там уже появилась такая легкая зеленушка. Ну, и вот, следующий эксперимент. Сейчас январь месяц, ничего нигде нет, ни света, ни тепла. Поставила в идеальные условия. И, как я вам уже говорила, через 4 дня появились сходы. Вполне себе дружные. Несмотря на то, что 6 лет семенам, никаких дополнительных манипуляций я с ними не проводила, ни в чем не мочила, ни в чем не брызгивала и не опудривала, вот появилась такая великолепная картина. Динго. Они практически все взошли. Одела лупу, одела очки, я сглала лупу и увидела вот эту вот зеленую красоту. Через 4 дня появились всходы, а через 7 дней они уже раскрыли семидольные листики полностью. Ну, вот результат того, что было дополнительное освещение и была постоянная температура 23-24 градуса. Теперь вы понимаете, что если мы стремимся к оптимальному режиму, то у нас все получается, даже если с семенами что-то не так. А еще я посеяла в грунт чего-то глубоко, ну, зачем мне землю расходовать, это раз. И второе, для того, чтобы сверху можно было безболезненно накрыть пленочкой. Мы всегда любые посевы прикрываем сверху чем-либо. Стеклышко, пленочка, пленочка, что-нибудь такое. И снова лупачки мне позволили увидеть, что в комнатных условиях в большом объеме земли, который, конечно же, лучше сохраняет тепло и влагу через 7 дней результат, конечно, не такой, как здесь, в оптимальных условиях, ну, и не такой, как просто на окне со всякими моими там легкими манипуляциями. Они все дружненько уже показали свои всходы. То есть, вот в обычных условиях мы можем добиться хороших результатов. Ну, вот и произвели мы посевы. Припорошила я их. Некоторые говорят, что надо мелкие семена вдавить пальцем. В чем бы ни был этот палец мой? В перчатках или просто так. Особенно, если в полотняной перчатке, то я вам бы это не рекомендовала. И сама этого не делаю. Потому что, когда вы вдавливаете вот такие мельчайшие семена, потом остаются у вас на пальцах. И вы не понимаете, это мусор, это грунт или что это. Даже если вы их туда снова скатываете, все равно велика потеря этих семян. Они либо скатаются, либо пропадут. Поэтому полили, и этого будет достаточно. Тот запас влаги, который там есть, он будет втягивать эти семена. Они закрепятся, не переживайте. И поэтому я делаю миновать вот эту манипуляцию. Мы же вдавили уже почву, когда насыпали ее в горшочек, уплотнили немножко. Все, достаточно. Теперь вы поняли нехитрые приемы и слабыли. Я уверена, все у вас получится. Пусть она радует вас своими красивыми, замечательными цветочками. До новых встреч. Подписывайтесь, новички. Всего хорошего.